Влад фон Карштайн был первым и величайшим из всех вампирских графов Сильвании. Именно он был тем, кто совратил людских аристократов Сильвании и обратил их в нежить, создав тем самым царство мертвых в самом сердце империи. Долгие годы он собирал силы, пока не почувствовал, что мощь его армии достаточно, чтобы покорить всю империю. Он провел блестящую военную кампанию, одну за другой на голову разбив армии враждующих курфюрстов. Однако в итоге все же был уничтожен в битве у врат имперской столицы, города Альтдорфа. Влад был мужчиной огромного роста, с гривой черных волос и пронзительным взглядом. Те немногие, кто выжили после встречи с ним, говорят о нем как о человеке в высшей степени умном и необъяснимо привлекательном. Однако его злая натура легко менялась на бешеную ярость каждый раз, когда какие-либо его замыслы расстраивались. Говорят, что в такие минуты лишь его любимая супруга, Изабелла, могла его успокоить и удержать от бессмысленного кровопролития. Только она была его самым доверенным лицом и самым близким соратником. Когда Влад пал в сражении при Альтдорфе от рук верховного теогониста Вильгельма, Изабелла покончила жизнь самоубийством, предпочтя быструю смерть вечной жизни без своего возлюбленного. Это темное повествование берет свое начало столетия тому назад, когда первый из жестоких графов-вампиров, Влад фон Корштайн, пришел к власти и стал править Сильванией. Все началось темной штормовой ночью, когда Отто, последний из безумных графов фон Драгов, лежал на смертном одре, проклиная всех богов за то, что те не послали ему наследника. Отто поклялся, что позволит жениться на своей дочери Изабелле, хоть самому демону хаоса, лишь бы не дать унаследовать все своему ненавистному брату Леопольду. Он уже отказался от руки каждого дворяней на Сильвании, поскольку он их всех презирал, и никто благородных кровей из других регионов не желал жениться на наследнице этой земли. Отто был злым человеком, любившим насаживать головы крестьян на колья при малейшем проступке. Порой в белой горячке он выпивал, порой в белой горячке от выпивки он был убежден, что является перевоплощением Зигмара. Знать, которая должна была быть его вассалами, не высказывала никакого уважения к его власти и не обращала ни малейшего внимания на его указы. Вся Сильвания погрязла в гражданской войне. На своем смертном ложе умирающий человек лежал нераскаявшийся и проклятый всеми богами. Снаружи грохотал гром, и вспышки молнии пронзали черную грозовую мглу. Виктор Гутман, пожилой священник Зигмара, которого вызвали к старому графу, упал замертво в обморок, когда сквозь штормовой вихрь донесся звук колес. Большой черный катафалк остановился у ворот. Тяжелая рука нанесла по двери гулки удар, и холодный, высокомерный голос потребовал впустить его. Ворота замка слетели с петель прежде, чем охранники успели коснуться их. Собаки прекратили выть и свизгом понеслись прочь. Незнакомец был высоким и смуглым, а его горделивая осанка выдавала в нем знатного человека, дворянина. Никто не попытался загородить ему вход в замок, когда он шел в покое графа. У него был иностранный акцент, возможно, кислевицкий, когда он рассказывал о своем благородном происхождении графу, требуя руки Изабеллы. Изучая пылающие холодным огнем глаза незнакомца, граф, возможно, уже успел пожалеть о своей опрометчивой клятве, но ни в чем не мог упрекнуть незнакомца. Срочно был разбужен священник, который исполнил церемонию бракосочетания перед кроватью умирающего графа. Тогда Отто испустил дух, оставив дочь замужем за Владом фон Корштейну. Первым приказом нового графа должно было быть исполнение последней воли покойного. И изрыгающего проклятия Леопольда заточили за окном самой высокой башни – замка Дракенхоф. Влад оказался таким же эксцентричным, как и старый Отто. Он никогда не ел в присутствии слуг и не выходил из своих покоев днем. Он уволил священника и якобы отослал его в деревню. С тех пор никто и никогда больше не видел Виктора Гутмана. Вскоре многие из старых слуг графа были уволены, и таинственные смуглые незнакомцы с Востока заняли их места. Однако новый граф все же казался менее скорым на расправу, чем старый. Так что народ спокойно продолжал свои ежедневные дела, игнорируя закутанных в плащи скрытых иностранцев, которые часто посещали замок. За годы правления фон Драка они усвоили, что не стоит подвергать сомнению дела своих владык. По крайней мере новый граф не отдавал бессмысленных приказов ради своего удовольствия. И не драл непомерных налогов, как это делал прежний граф. Не приходилось сомневаться и в боевом искусстве графа. Когда отряд наемников Бернхофа по прозвищу Мясник въехал в город и потребовал дани, граф убил его так быстро, как будто тот был простым крестьянским недорослем. Хотя Бернхоф в то время был уже знаменитым воином. Потом Влад взялся истреблять весь остальной отряд наемников, в то время как его телохранители только наблюдали, не принимая никакого участия в кровопролитии. После этого популярность графа возросла. В пределах его царства соблюдались все законы, виновные всегда наказывались, а бандиты в страхе держались отсюда подальше. Однажды скорбное известие достигло деревни. Изабелла заболела неизлечимой болезнью и медленно угасала. Все врачи не могли понять, что случилось, так как сердце ее остановилось, но она не умирала. Но новый граф не обратил на это никакого внимания. Он отослал ученых-докторов, твердя им, что он собственноручно позаботится о ней. Через три дня она появилась перед своим народом. Говорили, что она полностью здорова, и это казалось верным. Хотя она и была впоследствии очень болезненна и бледна, и никуда не выходила из пола. Кроме как ночью. Сначала ни один из враждующих дворян Сильвании никак не считался с новым графом и не обращали на его приказы никакого внимания. Они были слишком заняты своей собственной кровавой междоусобицей, чтобы прислушиваться к его указам. И вообще воспринимали его как узурпатора. Если это и беспокоило Влада, то он не проявлял никаких признаков этого. Он спокойно продолжал восстанавливать и обустраивать хозяйства, которые страдали от столетий пренебрежения. Фермер, недавно унаследовавший ста дорогатого скота, возможно не уделял бы большего внимания к нему, чем граф к правлению своей страной. Он лелеял своих арендаторов, чтобы семейство крестьянина лелеяло животных. Тогда они быстрее набирают вес для ярмарки в разгар лета. После десятилетий правления безумного Отто, все наконец смогли вздохнуть свободно. Однако скоро стали происходить загадочные и мрачные события. Сначала молодые деревенские девушки и парни стали пропадать, а также появились армии нежити. Сперва их силы были невелики, и они не напали ни на одно из владений графа, но одолевали тех, кто не подчинялся его власти. Если же нежить не одолевала непокорных сельванцев, тогда они становились жертвами странных несчастных случаев. Так барон Хайнц Роттенмейер был сожран волками. Барон Питер Каплин был найден мертвым в своей комнате. Его глаза были широко открыты, а волосы в одночасье посидели. Он умер от ужаса. Его жена сошла с ума и скончалась несколько позже. Борис Ирбиттер, главарь бандитов, был найден висящим вверх тормашками на дереве. Из его тела была полностью выпущена кровь. Только те, кто принял клятву верности вассала-феодалу, Владу фон Корштайн, словно приобрели иммунитет от этих бесчинств. Вскоре уже все дворяне-отступники спешили поскорее поклясться в своей преданности. Так, всего за 10 лет, без явного применения военной силы, фон Корштайн подчинил непокорную Сильванию своему твердому контролю. Большему, чем остальные курфюсты могли бы иметь в своих владениях. Годы казались словно размытыми. Поколения крестьян рождались и умирали в Дракенхофе. Но все еще Влад и Изабелла фон Корштайн правили ими. Нисколько не изменившись за это время, немногие поначалу обращали особое внимание на их долговечность. Жизни крестьян всегда были жалкими и короткими. И зачастую только знать могла насладиться значительно более длинной продолжительностью жизни. Однако, когда самая старая женщина Дракенхофа стала утверждать, что ее бабушка была еще девочкой, Когда фон Корштайн занял трон, то тут даже недалекие и неграмотные сильванские крестьяне стали догадываться, что дело не чисто и творится что-то странное. Все больше охотников на ведьм приходили в Сильванию. Тех, кто начинал копаться в истории фон Корштайнов, никогда больше не видели снова. Однако, происходили и гораздо худшие вещи. Болезнь, которая сначала поразила Изабеллу фон Корштайн, стала косить и другие благородные фамилии, делая их союзниками долговечному ночному народу. Количество живых людей, пропавших без вести, становилось все более и более заметным. Храмы Зигмара были закрыты, на границе быстро выстраивались заставы, и немногим позволяли пройти. Сильвания, более чем все остальные графства разделенной империи, стала землей живущей в состоянии постоянной суматохи. На Гехеймнишнахт в 2010 году от рождения Зигмара кошмарная правда о владе фон Корштайне была явлена миру, когда он, стоя на зубчатых стенах Дракенхофа, держал в руках девять книг Нагаша и нараспев читал ужасные заклинания с их страниц. Тогда, во всей земле Сильвании, нежить стала восставать из мертвых. Зомби прокладывали себе путь в мягкой земле, у мертвия, просыпались в своих усыпальницах, и гулы бежали, спеша присоединиться к своему новому хозяину. Фон Корштайн бросил перчатку вызова всем трем императорам. Войны вампирских графств начались. Сильванские армии двинулись на северо-запад, направляясь к Талабхейму, столице Атилии, одного из трех претендентов на имперский трон. Силы нежити были огромны. Вампирская аристократия Сильвания вела орды, состоящие из умертвий, зомби и крестьян, поскольку долг крестьянина быть рядом со своими хозяевами и драться за них. Да у них и не было другого выбора. Но еще хуже, что они сопровождались упырями и призраками, а также другими порождениями тьмы. В сражении за эссенский брод они сокрушили армию Атилии. Сила нежити сломила силу людей. Прежде чем началось сражение, фон Корштайн публично пообещал пощадить людей, если они сдадутся. И никакой пощады, если они выступят против него. Он был хозяином своего слова. Его последователи казнили каждого пленника. А фон Корштайн возвращал к жизни их тела. От вида своих терзаемых людей генерал Атилии. Ханс Шлифен впал в такое бешенство, что сумел вырваться от удерживающих его палачей. И яростью берсерка выхватил зачарованный меч графа и отрубил ему голову. Это все, что он успел сделать, так как через мгновение он был разорван на части, последователями графа. Оставшиеся вампиры тотчас же затеяли ссору между собой, чтобы решить, кто станет преемником графа. Наконец Герман Познер взял верх над остальными. Однако той же самой ночью, когда Познер встал во главе армии, фон Корштайн вернулся. Познер начал было утверждать, что это была уловка, но фон Корштайн молча убил его. И это был не единственный случай, когда этот неуязвимый граф восставал из мертвых. В битве за Шварцхаффен Влад был сражен Яриком Крюгером, предводителем рыцарей Белого Волка. И армия Сильвании была побеждена силами Курфюста Миденхейма. Но уже через год Влад фон Корштайн собрал новую армию, и тогда в разбитое и обескровленное тело Крюгера граф всадил клинок осландского рунного клыка в самое сердце. А три дня спустя он был замечен, когда приказывал распять на крестах, заключенных за городскими воротами. На Багенхаффенском мосту удачный выстрел из пушки снес голову фон Корштайна. Но уже через час расчет орудия был мертв, и деревня захвачена. Солдаты империи были охвачены ужасом перед лицом такого, по-видимому, неучтожимого противника. Зимой 2051 года сильванцы осадили сам Альтдорф. Город был окружен рвом, усаженный заостренными кольями. За городскими стенами река Рейк была перенаправлена в ров, чтобы город получил дополнительную защиту в виде быстрой воды. Но ни одна из предпринятых предосторожностей защитников не сработала. Они не остановили сильванцев. Кричащие черепа, запускаемые тяжелыми катапультами, построенными из кости, наводили панику среди граждан. Великая осада продолжалась благодаря союзу людей и идущими вперед трупами, оживляемые темной магией. Отвратительные стервятники медленно кружились над городом. Фон Карштайн выдвинул свой обычный ультиматум – открыть ворота и служить ему при жизни или сражаться и служить после смерти. Все население, включая самого Людвига, претендента на императорский трон, хотело сдаться. Но верховный тиагонист Вильгельм III убедил Людвига не торопиться со сдачей. Сам же тиагонист удалился в главный храм Зигмара, и после трех дней полного поста, проведенных им в молитвах, он сказал, что Зигмар открыл ему путь спасения империи, и что он узнал тайну бессмертия фон Карштайна. В тот же день он послал шпиона в лагерь графов-вампиров. Его звали Феликс Ман, и он был самым великим вором своего времени. Верховный тиагонист даровал ему полное помилование в обмен на то, чтобы он украл кольцо графа-вампира. Тихо и незаметно, Ман проник в самое сердце лагеря сельванцев. Его сердце забилось, когда он вступил на полог большого, сделанного из черного шелка шатра, где немертвые аристократы спали в открытых гробах. Они были так уверены в себе, что никто не стоял на страже. Ман стянул кольцо с пальца фон Карштайна и сбежал с ним, не возвращаясь в Альдорф. Никто не знает, что случилось с ним и кольцом фон Карштайнов дальше. После пробуждения Влад впал в ярость, обнаружив пропажу. Он приказал немедленно напасть на город, и армия нежити медленно пошла вперед. Большие осадные башни, собранные из костей, двинулись к стенам. Но на зубчатых стенах Альдорфа защитники были готовы отразить атаку. Альбарщики отбрасывали осадные лестницы, и много нежити падало, при этом на землю и разбивалось. Умертвие мечники вовсю рубились друг с другом на стенах. Имперские герои вооружились огромным количеством магического оружия. Это помогло им убить несколько аристократов из числа вампиров. Но и сами они, в свою очередь, понесли потери. В центре этой великой битвы, на самой высокой точке городских стен, Верховный Тиагонист сошелся в поединке с Владом фон Корштайном. Немного было сражений, виденных людьми, подобных этому. Два могущественных чемпиона дрались не на жизнь, а на смерть. После часа непрерывного боя, Влад наконец стал одерживать верх. Ощущение близкой смерти заставило Вильгельма броситься на своего противника, и толкнуть его к краю стены. Так они упали, не разжав смертельной хватки. Влад, а затем Вильгельм, были проткнуты насквозь, одним из деревянных колов, которые были воткнуты у подножья стен. С ужасным криком граф распался в прах, поскольку нечестивой силы кольца больше не было. Чтобы возродить его, он, наконец, стал смертен. С потерей Влада фон Корштайна, сельванцы были вынуждены отступить. Больше половины вампиров было мертвы, но столь большие потери были среди защитников Альдорфа, что преследование было невозможно. Верховный Тиагонист Вильгельм был с почестями похоронен в стенах храма Зигмара. И все люди с того дня молились его духу, когда им снова угрожали легионы нежити. В изодранном черном шатре был найденакованный железом сундук из черного дерева. В нем хранились копии, сделанные фон Корштайном с девяти книг Нагоша и Либер Мортис. Все это было торопливо помещено под замок, а ключ до сих пор хранится в храме Зигмара. Последней жертвой этого сражения стала Изабелла фон Корштайн. Очевидно, не способная столкнуться с вечностью без своего мужа, она бросилась на кол и погибла на глазах потенциального императора Людвига и его телохранителей. У Людвига было время, чтобы вторгнуться в Сильванию и навсегда прикончить злой бич империи. Но силы других двух претендентов на трон объединились против него, опасаясь, что он может использовать свою популярность как победитель орд, осаждавших Альдорф, и попробовать захватить трон. Таким образом, приносящие погибель владыки Сильвании получили передышку и смогли повторно собраться с силами.